Друзья, здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. Алексей Гуман меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон, генерал-майор, дважды председатель Комитета национальной безопасности Казахстана. Эльнур Мусаев сегодня с нами. Господин Мусаев, здравствуйте! Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте! Друзья, подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, Элия Сябацвана и в гостях у Гордона для того, чтобы не пропускать новые интервью. Любопытнейшая новость. Первая у нас. Я удивлен, что, глядя на немецкую прессу, обнаружил там, что старшая дочь Путина дала интервью большое. Она достаточно непубличный человек. И увидел я его совсем даже не в, скажем так, не в обзоре русской прессы, а вот в немецкой. Там ему уделили большое внимание, назвали это интервью шокирующим. Помимо того, что достаточно непубличные люди вообще, вот эти девушки, которых называют дочерьми Путина, о них мы чуть позже поговорим. Для начала вот о циничном заявлении, которое она сделала. Значит, там вот эта вот Мария Воронцова, да, ее зовут. Фамилия у нее совсем не такая, как у ее отца. Она рассуждает о медицине, об искусстве, о театре. Заявила, что в России человекоцентричное общество, говорит. Для нас в России высшей ценностью является человеческая жизнь. И вот немецкие журналисты, они там размышляют. Вот как вы думаете, она действительно как бы вот искренне в это верит, как и подавляющее большинство, наверное, россиян, которые затуманены пропагандой? Или же это такая линия партии, и нужно, значит, так говорить для того, чтобы поддерживать политику отца? Я тоже коротко посмотрел это видео. Во-первых, следует отметить, что человек очень такой скованный и непубличный. Это вы правильно говорите. Ей сложно, значит, вот так открыто выступать. Прямо она испытывала большие проблемы перед камерой. Это раз. Второе, наверное, искренне, знаете, все, в принципе, весь российский народ, он, конечно, большинство, особенно маргинальная его часть, она очень сильно оторвана от реальности. И то, что Воронцова так заявляет о человекоцентричной, что ли, ситуации в России, это говорит о том, что, во-первых, она верит в это, а во-вторых, вот этот вот полный отрыв от реальности, он, значит, не позволяет реально оценивать ситуацию ни у себя в стране, ни в международной обстановке. Вот вы, господин Мусаев, как человек, который изнутри знает, как работает система безопасности, да, особенно на постсоветском пространстве, в странах, соцлагеря. Вот назвать такую скрытность по отношению к родственникам лидеров стран, но ее традиционной, как бы, в общем-то, назвать, наверное, нельзя на постсоветском пространстве. Да, но мы вот такой секретности, как в России, не видим, в общем-то, нигде. Да, вот четверть века практически Путин скрывал своих дочерей, они жили под вымышленными фамилиями, даже после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против, значит, его старшей и младшей дочерей, Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, даже после этого Путин публично свое родство с ними не признал, только Песков уже потом журналистам подтвердил, что, да, мол, санкции были введены против родственниц, родственниц президента России. Как вы считаете, с чем может быть связана вот такая секретность? Ну, на Западе такого нет совсем. Мы видим там, значит, прям семьями выходят на праздники, поздравляют своих граждан с каким-нибудь Новым годом, образно говоря, да, в Украине такого нет, в странах Прибалтики такого нет. Ну, вот, не знаю, в Казахстане какая ситуация, однако вот как думаете, с чем связана вот эта секретность? Ну, первые лица государства обычно стараются в отношении семьи много вещей не афишировать. Ну, на Западе, конечно, это сложно сделать, хотя на Западе тоже стремятся семьи свои как бы отгородить от большой политики, от публичности и другое. Но то, что творится в семье Путина, это, конечно, большой нонсенс. Это абсолютно не связано с чекистским, что ли, с КГБшным его прошлым. Вот у него характер такой играть, играть на публику, изображать из себя мачо, великого Штирлица и другие такие, ну, как бы, пиар-вещи, говорящие о нём как об особом человеке, находящемся на вершине власти. И в ряду вот этих поведенческих его действий, в этом ряду с самого начала, как он, значит, пытался скрыть своих дочерей, и в этом направлении он действует до конца. Возможно, он и хотел бы как-то изменить эту ситуацию, но на его взгляд это будет непоследовательно. И поэтому он и действует вот в этом направлении и не предпринимает никаких действий для того, чтобы своих дочерей, значит, привести к публике. И именно с этим связана вот эта скованность Воронцовой. Да и младшая дочь, она достаточно, хоть и более свободна на публике, но тоже она закрытый человек. Это уже влияние отца, скорее всего. Ну, а он, как многие вещи переигрывает в своей политической и внешней деятельности, в этом вопросе особо переиграл, конечно, и сейчас изменить эту ситуацию для него очень сложно. Ну, мы помним, вот, например, тот же президент Назарбаев, да, вот у него не было такой, как бы, таинственности вокруг семьи, но все хотя бы там имена знали, образно говоря, или вот то, что мы знаем, это еще далеко не все, и тоже были свои тайны? Нет, в этом плане Назарбаев стремился, конечно, семью выдвигать на первый план. Ну, во-первых, это в ментальности казахского народа, значит, семья должна быть в виде команды, что ли. Вот, в частности, у него команда президента, и в одном из кланов, так называемой «семья», состояли его дочери, его зятья. Поэтому они все достаточно публичные, особенно старшая дочь Дарига, она и партию возглавляла, и парламент возглавляла у нас, и многие другие структуры, и занималась информационной работой, возглавляла «Хабар», главный государственный телевизионный канал наш. Поэтому такого в Казахстане у нас не было, и вот нынешний президент, он действует в таком направлении, как и западные руководители. Такаев возглавил страну, естественно, у Тимура от Такаева появился очень крупный бизнес, в основном он живет в Дубае, и, так сказать, не светится. Но Такаев не скрывает, что у него семья, что он разведенный, что супруга живет в Москве, особо и не афиширует, и не скрывает. Сложная такая семейная ситуация, там, как говорится, похвастаться нечем. А у Путина есть чем похвастаться в отношении дочерей, все-таки женщины там наукой занимаются, другими вопросами, и то, что он их скрывает, это достаточно такой нонсенс. Так, а как вы думаете, он боится, что через них могут на него надавить, или, не знаю, боится, что на них может быть какое-то покушение? Ну, вот просто логически пытаюсь понять. Не думаю, что он боится, особенно покушений в отношении дочерей. В отношении себя, конечно, заметны все его меры, те сверхмеры безопасности, которые в отношении себя применяют, это видно. А, как я говорил, в отношении дочерей он попал в эту собственную игру о том, что он великий штирлиц, и у него вот такая вот ситуация, он должен скрывать все, что касается его личной жизни. В этих рамках он из них выйти просто не может, поэтому дочерей именно только поэтому не показывает. Изображение себя великого чекиста Штирлица и великого президента, он заигрался этим, и все, другой причины я не вижу. Вот, кстати, о покушениях. Недавно представитель главного управления разведки Украины заявил, что на Путина уже во время полномасштабного вторжения, то есть начиная с начала 2022 года, было совершено уже несколько покушений. Причем эти покушения якобы были инспирированы не западными спецслужбами, не украинскими спецслужбами, а исходила эта угроза из его ближайшего окружения. То есть, вот, говорят так в управлении разведки, что главная опасность для диктатора исходит именно от его окружения. Конец статус. В целом, как вы считаете, действительно ли, вот, если кто и решится на силовую ликвидацию Путина, то это будет кто-то из тех, кто его сейчас окружает? Именно только так. Только близкое окружение может совершить подобное, значит, нападение, покушение на Путина. Со стороны Украины, западных стран, во-первых, политически это невыгодно, а во-вторых, это гораздо сложнее, чем людям, которые находятся рядом. В период службы в службе охраны президента Казахстана мы стремились всегда изучать близкое окружение. И принимая на службу охраны президента, всегда обращали первое внимание на психологическую устойчивость, политическую направленность, лояльность и другие вопросы, чтобы среди них не было подобных людей. Но в окружении президента мы знаем, особенно вот в службе охраны, есть такие люди, которые критически относятся именно к охраняемому лицу, к Путину. Вот известен факт, когда из службы охраны Путина, значит, в Казахстан бежал сотрудник, известно... А из-за чего, господин Мусаев, почему он решил сбежать? Именно из-за политических таких соображений он не принял эту войну против Украины, эту агрессию абсолютно. Значит, там зарплата очень высокая, даже, можно сказать, сверхвысокая в службе охраны. И там единственный мотив у вот этих двух человек, которые на Запад один сбежал, один в Казахстан бежал, и у них единственный мотив – непринятие политических вот этих действий охраняемого лица. Вот так. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну а что касается остальных, не службы охраны, а других близких людей, то в нынешней ситуации, наверное, сложно предположить, что кто-то из высокопоставленных людей из окружения Путина может осуществлять такие действия. Во всяком случае, этого не заметно. Очень хорошо было заметно в прошлом году, когда… забыл его фамилию, это великое… Пригожин. Пригожин, да. Пригожин. Когда действовал вот так вот жестко и целенаправленно, это человек достаточно близкий к Путину, и его действия могли привести к положительному результату. Других людей нет. А то, что говорил Буданов, это опирается именно на информацию, на развединформацию Украины о том, что во государственной службе охраны президента Путина есть люди, которые не согласны с проводимой политикой и которые реально способны осуществить покушение и ликвидировать Путина. Это его информация. Я могу только подтвердить теми косвенными фактами, которые сам обладаю из Москвы. Например, господин Мусаев, если не секрет. Например. Например, значит, когда общаешься вот с… Ну, так, может быть, раскрою немножко. С бывшими сотрудниками, с моими коллегами, с которыми я вместе работал долгое время, и в службе охраны, и в Комитете национальной безопасности, происходит утечка от них о том, что в окружении президента Путина есть лица, недовольные его вот этими действиями, дурацкими действиями в отношении Украины, и которые способны осуществить покушение. Вот такая информация поступает. И я думаю, у вашей разведки она более подробная и более, так сказать, структурирована, что ли. А как вы думаете, господин Мусаев, после вот этого, ну, так называемого, да, мятежа Пригожина, какие-то выводы были сделаны, можно ли будет повторить, ну, в теории, да, можете ли вы прогнозировать, что что-то подобное может повториться, или, скажем так, поле будет после этого так зачищено, да, какие-то гайки так закручены, что второй раз вот так вот взять наскоком, грубо говоря, и полпути до Москвы пройти, чтобы все политики топовые, да, разлетались по разным странам от испуга, такого больше мы не увидим. Я думаю, что в этом году могут произойти подобные вещи, потому что ситуация очень сложная в России, особенно в армии, такие сложности происходят. и спрогнозировать, что все будет так гладко проходить, так, как хочет российская власть, это невозможно это спрогнозировать. Конечно, это не будет происходить так же, как у Пригожина, вот этот марш на Москву из Ростова, но других признаков и других таких оснований, что ли, больших, предостаточно, особенно вот эти мобилизованные, которые испытывают сложности длительное время, их жены, значит, напряжение обстановки в такой маргинальной, что ли, среде россиян, она достаточно сложная, и прогнозировать, сказать, что нет, все будет гладко, очень сложно. В какой момент взорвется, тоже сказать сложно, но оно обязательно взорвется. Кстати, вот в 22-м году я сразу сказал, что в 23-м году произойдет такое событие, которое, значит, может привести к государственному перевороту, и прямо называл Пригожина в том году. И единственное, то, что Пригожин остановился, это единственное событие, которое, значит, предотвратило государственный переворот, а так однозначно могло произойти вот это событие. И в этом году обязательно «Черный лебедь» где-то всплывет. Будем на это надеяться. Спасибо за позитивный прогноз. Кстати, любопытно по поводу Пригожина, как утверждали разведки западные, Путина не раз предупреждали о том, что Пригожин – это опасность, Пригожин – это угроза. Но Путин, мол, и слушать не хотел. Как вы думаете, почему? Ну, у человека сложились близкие отношения. Между Пригожиным и Путиным были достаточно близкие отношения. Там, так сказать, за одним столом, за одной бутылкой, с одними и теми женщинами. Всё это, знаете, так сближает, что очень сложно воспринять вот такое, глядя со стороны Путина, это предательство большое. Хотя на самом деле Пригожин действовал, на его взгляд, в интересах государства, в интересах России. Любой человек действует не в негативном, что ли, направлении, а в положительном. Будь это, даже совершая преступление, человек надеется, что он совершает что-то благородное, иногда даже так воспринимается. Поэтому именно сверхблизкие отношения между этими двумя людьми, а они чётко наблюдались всеми спецслужбами, это, чтобы в уши не дули Путину близкое окружение, тот же Пригожин, Шойгу и другие, значит, поверить в подобное сложно. Ну и с другой стороны, Пригожин человек сверхавантюрный, что ли, сверхрезкий, вот это, конечно, привело ситуацию до такой степени. И в этом году произойдут подобные вещи. Вот даже после этого мятежа, как писали западные СМИ, опять-таки со ссылкой на разведку, даже после этого, вот это решение об убийстве Пригожина якобы принимал даже не Путин. Ну, вернее, как Путин кивнул в итоге, да, но вот сам этот весь план и необходимость ликвидации Пригожина первое осознал именно Патрушев. Он все это спланировал и просто как бы заручившись даже неподдержкой, ну а так, молчаливым согласием Путин осуществил вот этот подрыв самолета. В целом, как вы думаете, вот после этого мятежа Путин желал Пригожину смерти или, скажем так, это нашлись другие люди, которые поняли, что это необходимо, а Путин просто, ну как бы, промолчал с согласием? Ну, это все-таки немножко, на мой взгляд, домыслы. То, что Шойгу, Герасимов, Патрушев и другие, значит, с самого начала были настроены уничтожить этого Пригожина, это было видно еще в самом начале вот этой агрессии на Россию против Украины. И они все время желали его смерти. И поэтому решение об убийстве Пригожина, на мой взгляд, принимал лично путинца. И причем сразу после остановки мятежа, сразу после остановки мятежа он это решение принял. А как это он дал команду? Промолчал, кивнул, не кивнул, это уже роли не играет. Решение об убийстве Пригожина принял Путин лично. И лично, значит, неважно каким образом, лично дал команду об его устранении. Ну, возможно, да. Возможно, на бумаге, скажем так, это закреплено, конечно же, наверное, не было. Однако вот любопытно, что в 2023 году, как выяснил российский проект Медиазона, Путин засекретил каждый свой второй указ. То есть 50% всех указов засекречены. Это самое большое количество за все время, ну, почти за четверть века, который Путин при власти. Как думаете, с чем это связано? Что может быть в этих секретных указах? То, что засекретил указы, это не столь важно. На 90% решений, принимаемых в России на высшем уровне, они вообще не оформляются на бумаге. Вообще это близко. Но у нас в Казахстане также, какие бы решения президент, председатель КНБ не предпринимал, никаких документальных следов зачастую не оставляется. В большинстве случаев не оставляется. А засекреченные указы различного характера, связанные там со снарядами, с ВПК, с экономикой и прочим, а это свидетельство того, что в России очень большие проблемы практически во всех сферах. И указы с попыткой нормализовать ту или иную экономическую, политическую или военную ситуацию, они вынуждены засекречивать. Это то, что на достаточно широкий круг подчиненных распространяется и, так сказать, обязывает всех молчать об этих проблемах. Поэтому все лозунги, которые кричит пропаганда российская и заявления политиков российских о том, что у них все прекрасно и завтра они будут, значит, мочить ноги в ла-манше, это все абсолютно не соответствует реально складывающейся ситуации как внутри страны, так и на украинском фронте и в международных отношениях. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Далее поговорим о более глобальных вещах. Друзья, если вы не поставили лайк этой беседе, сделайте это сейчас, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. Хорошие новости, ну или по крайней мере новости, которые на первый взгляд кажутся замечательными, пришли из Соединенных Штатов Америки. Республиканцы представили свой план победы для Украины. Руководители трех комитетов, значит, от республиканцев, представили документ, в котором, во-первых, критикуется демократическая администрация, но не за большой объем помощи Украине, а наоборот, мол, мантра, цитирую, мантра Байдена о поддержке Украины, вот на протяжении времени столько, сколько потребуется, это проигрышная стратегия. Значит, республиканцы требуют, что побеждать надо немедленно, для этого Украине надо предоставить дальнобойные ракеты атакам с на 500 километров минимум, F-16, боеприпасы, артиллерию, противовоздушную оборону и так далее. И вот знаете, то есть главный тезис у республиканцев теперь, что нужно не просто дать Украине не проиграть, а нужно помочь ей победить, иначе эта война растянется на года, и это невыгодно никому, то есть, грубо говоря, тем же Соединенным Штатам оказывать эту помощь тоже на протяжении длительного времени невыгодно. В целом, как вы считаете, сможем ли мы перейти на этап такого уровня поддержки Украины, ну, в обозримом будущем, когда действительно будут силы не только для того, чтобы удерживать линию соприкосновения и не проиграть, но и для того, чтобы победить на тех условиях, которые хочет Украина. Конечно, освобождение территории. Знаете, я недавно выступал на вашем вот этом телемарафоне, «Мы Украина» называется, кажется, там сразу сказал, что я настроен очень оптимистично на ход украинско-российской войны, и что Украина в этом году имеет очень большие перспективы. Многие восприняли это таким шапкозакидательством. Вы на что опираясь, как бы, да, вот так считаете? На всю информацию, которую я обладаю не только, значит, из личных источников, но опираясь на ту же информацию, которой и все опираются. Интернет, средства массовой информации, журналистские расследования, выступления западных, значит, политиков, ну, на все абсолютно, все, что я имею ныне, какие возможности имею, я опираюсь на это. Поэтому вот это оптимистическое такое выступление на «Мы Украина», оно как-то было воспринято скептически и в Украине, и вот здесь у нас на Западе, и в Казахстане многие меня критиковали. Да что вы, сейчас такие сложности, и как раз вот этот там в Конгрессе бодание, и этот Урбан там чего, ну, факторов, которые в прессе тоже предостаточно, говорят о каких-то сложностях. Но я был уверен, и сегодня мы видим, что движение в сторону поддержки Украины достаточно набирает обороты, более интенсивно становится. Вот это приезд премьер-министра Великобритании, помощь, большая помощь со стороны Германии, со стороны Швеции и Норвегии. Значит, вот это подписание с англичанами вот этого договора о гарантиях безопасности, и даже выступление вот посла США в Киеве, которое тоже опубликовано, говорит о том, что и Соединенные Штаты Америки намерены подписать подобный, значит, протокол, и другие страны. Зеленский ведет активную работу в этом плане для того, чтобы закрепить законодательно наращивание военно-технической и экономической поддержки Украины со стороны западных стран. Соединенные Штаты Америки ни в каком варианте не, как говорится, не соскочат с этого трека полной поддержки Украины. Это мое твердое убеждение. Оно опирается на многочисленные переговоры. Вы говорите, не сойдут с этого трека вне зависимости от того, кто победит на выборах президента? Ну, такое сложно прогнозировать. Однозначно помощь Украины со стороны США будет продолжаться, если победят республиканцы. И если даже Трамп победит, никуда он не денется. Она будет в том же направлении наращиваться. Возможности у Запада, у Соединенных Штатов очень огромные. Другое дело сложности самой Украины. Конечно, политическая ситуация, экономическая ситуация, другие вопросы, обстановки среди населения украинского. Эти сложности, они, конечно, влияют достаточно сильно на то, чтобы реализовать эту победу над Россией. Но все эти вопросы постепенно решаются. Меня особо тревожит момент такой, может быть, я не в свое дело лезу, но то, что задерживается, это принятие закона о мобилизации в Украине и то, что его пытаются сделать каким-то более мягким, более защищая права человека. Защита каких прав человека, свободы слова сегодня может идти речь в Украине. Для меня это какой-то нонсенс большой. Должно быть жестко направлено на усиление всех вопросов, чтобы народ объединился и использовал, наращивая ему западную помощь для собственной победы над врагом. Ну, тут же есть еще политическая составляющая, да? Видимо, те или иные политики не хотят брать на себя ответственное за непопулярные решения, которые усилят мобилизацию, и большее количество людей будут вынуждены брать оружие в руки. Я думаю, в этом как бы секрет. Ну, вот это политическая составляющая. Каждый, если стремится иметь свой политический вес за счет лояльности к его личной персоне. Самое важное сегодня — сохранить Украину, победить в войне. И для этого все силы должны быть направлены. И политические игры для Украины сегодня очень вредны. И те, кто занимаются, значит, попыткой поддержать свой электорат или заработать какие-то политические очки, это работа является работой против Украины, против ее победы. Не сегодня все должно быть посвящено одному вопросу. Западная помощь, она очень важна и идет в таком наращиваемом темпе. При этом сегодня украинцы должны, на мой взгляд, грамотно использовать военно-политический и экономический потенциал, который поступает с Запада. Да, я с вами согласен, понимаю, о чем вы. К тому же война, которую ведет Россия против Украины, ее риски для глобальной безопасности понимают, ну, на самом деле, на Западе точно. Вот, например, издание «Тайм» назвало 10 глобальных вызовов и рисков 2024 года. И война России против Украины — это на третьем месте. Правда, переживает очень издание «Тайм», что Украина может пойти на такой рискованный шаг и нанести удар по территорию, по военным целям на территории Российской Федерации. И это может якобы привести к беспрецедентному ответу России и втянуть НАТО в эту войну. Мы вот видим уже, как заявил заместитель Совбеза Российской Федерации, бывший президент и военный преступник Дмитрий Медведев. Он говорит, что если Украина нанесет даже по военным целям на территории России удары, по базам, по местам пуском ракет, то Россия будет пользоваться своей доктриной ядерной и не будет сдерживать себя в нанесении ядерного удара. В целом, может ли война России против Украины при условии новых таких шагов Украины для отвоевания своих территорий, отвоевывания своих территорий привести к более глобальной войне, именно прямой войне, в которой, возможно, будет применено даже неконвенционное оружие? Эти вопросы, конечно, тревожат западные государства, Соединённые Штаты Америки. Но сегодня мы видим, все красные линии, которые установила Российская Федерация, они практически все пройдены. Я не знаю, единственное, значит, то, что прямо НАТО не участвует в этой войне, это единственное, что ещё не пройдено. Все остальные рубежи пройдены и по санкциям, и по поставкам вооружения, и по стрельбе по территории, по исторической территории Российской Федерации. Все эти вещи уже позади. Поэтому, на мой взгляд, все действия России в плане запугивания Запада и, значит, применения каких-то вот этих разговоров, особенно из уст этого военного преступника, которого вы назвали, значит, они все имеют единственной целью, значит, ослабить помощь Запада Украине. И в некоторых вопросах в прошлом году им это удавалось, мы же знаем это прекрасно, значит, осторожность западных политиков в поддержке Украины, она то в одну сторону, то в другую сторону качалась. Эта раскачка прекратится, никаких, значит, тормозов сегодня для Запада нет. Да, боязнь вот этого ядерного удара по Украине или еще какой-то иной территории, она будет оставаться, и этот вопрос есть. Но, на мой взгляд, Россия уже прошла все свои, вернее, Украина и Запад прошли все эти красные линии, все уже пройдено, и надо единственно сосредотачиваться на победе над Российской Федерацией. А победа над Российской Федерацией – это не то, что там территориальные вещи какие-то, это просто уничтожение вот этой наземной и воздушной армии России. Как только она будет уничтожена экономически и физически, это можно считать победой Запада и Украины над Российской Федерацией. Говоря о западной помощи, вот тут напоследок еще хотелось бы с вами обсудить. Я буквально давеча общался с бизнесменом Евгением Чичваркиным, российским, который давно живет уже за границей. И вот он утверждает, что помимо внешнего врага Российской Федерации есть еще, как бы скажем, внутренний враг в Украине под названием коррупция. И именно вот эти громкие коррупционные скандалы, которые касались и Министерства обороны в том числе, они тоже влияют на поставки западного вооружения. По словам Чичваркина, если бы не было вот этих вот громких скандалов, то помощи могло быть гораздо уже больше. А вот эти все коррупционные скандалы, они лишь дают поводы скептикам, которые скептично относятся к помощи Украине, лишь дают лишние аргументы. В целом, вот коррупция во время войны, ваш взгляд на ситуацию в Украине, что скажете? Ну, есть много заявлений западных политиков о том, что они проверяли факты, в частности, коррупции в отношении поставляемых вооружений. И есть заявления официальных должностных лиц, что таких фактов не выявлено. Да, Пентагон заявил это, и это касалось именно поставок, да, то есть оружия. Да, в отношении вот этого всего остального, значит, отдельные факты имеются, и украинская власть, она выявляет, с учетом военной ситуации, с учетом сложностей, которые имеются ныне, значит, в рамках этих возможностей все делается для борьбы с коррупцией. А если говорить так в целом, в общем, для того, чтобы найти причину для ослабления помощи, для ухода в сторону от украинских проблем, можно найти, кроме коррупции, еще миллион. Не так ведет себя там Зеленский, не так происходит та ситуация в Раде Верховной, значит, не то происходит. Ну, можно найти столько проблем для обоснования своих там каких-то личных вопросов, то коррупция здесь не самая, на мой взгляд, не самая главная. Коррупция во всех государствах имеется, и в условиях, в которых находится сегодня Украина, борьба с коррупцией проводится на том уровне, насколько хватает сил у правоохранительных силовых органов и реально у украинской власти. В этих рамках работа проводится, и это не является, коррупция не является главной или какой-то даже третьей, десятой причиной для того, чтобы ограничить помощь. Я не согласен с Чичеваркиным. Друзья, согласны ли вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо вам огромное, господин Мусаев, что сегодня нашли время, поговорили действительно о глобальных вещах и о России, и об Украине, и это замечательно. Благодарю вас, что находите для нас время. Генерал-майор, дважды председатель Комитета национальной безопасности Казахстана. Альнур Мусаев сегодня к нам снова присоединялся. Друзья, уверен, вам понравилось. Поставьте палец вверх этой беседе, пускай большее количество людей ее увидит. Ну и подпишитесь, Дмитрий Гордон, Илья Сабацман и в гостях у Гордона. Господин Мусаев, благодарю еще раз. До новых встреч. Спасибо, до свидания.